так вот ребята подъехали так выглядят шланги поднимаемся первым делом как я говорил идем смотрим стоит ли на ручнике но я видел он уже стоит на ручнике вот красный этот снять с ручника и черный кран расторма но там воздуха нет у него по идее должен еле-еле там почти вот идем надеваем шланги допустим я сначала не сильно там подъехал так чтобы была маленькая все кстати можно приподнять то есть берем приподнимаем чуть-чуть буквально чтобы он еле-еле то есть не полностью задирать а слегка приподнять чтобы вся эта масса стояла в основном на лапах на лапах стояла сильно близко не стал подъезжать тогда заходим одеваем сначала желтый хоть и здесь неудобно но одеваем желтый сначала шланг и вам желтый к желтому вообще здесь перепутать я не знаю тут сложно потому что перепутать здесь шланги невозможно практически потому что они стоят далеко друг от друга также они на тягачи расположены резинки старые травит воздух резинки старые вот все оделось также одеваем красный шланг все воздух не выходит в руку воздух не травит одеваем красный шланг извините камера может быть не очень удобно держать одеваем красный шланг и потом одеваем ABS и свет эту хигамотину черный шланг это шланг кабель это свет идет и белый это походу ABS так смотрим также так как это дефрижератор смотрим температуру температура нормально на 2 стоит стоит на старт-стопе пойдет теперь берем пульт и кнопка подымаем чтобы нам легче было лапы качать ну так как воздух ушел с тягача ушел воздух весь ресейвер и полуприцеп поэтому он практически не подымает еле-еле ладно нажимаем здесь стоп залазим чтобы он качал чуть-чуть получше можно ему подкинуть оборотов подкидываем ему оборотов слегка но здесь опять же экология и вся экономия то слишком много оборотов не накинешь вот там 750 оборотов и все опять нажимаем он чуть-чуть пошел подымать но не сильно много ну да ладно больше не нажимаем стоп теперь допустим я смотрю седло закрылась ли или нет седло здесь у меня стоит такое короче без ну вот этот штырь не штырь вот оно если седло закрыто то он в него опущен вниз если же седло не закрыто то он вот эта вот лямба находится на этой планке вот короче все седло закрыто вот так вот смотрится и теперь поднимаем полуприцеп лапы здесь есть две скорости если ее втавливать это мел маленькая скорость такая крутить легко но медленно да вот и потом большая скорость крутить допустим он быстрее поднимается но она пока еще тяжело сейчас приподнимем его так вот ребята как только лапы чуть-чуть отошли от земли вытаскиваем эту рукоятку и начинаем крутить и тогда они поднимаются быстро извиняюсь за качество записи потому что одной рукой снимать другой крутить что-то все прыгает все спрятали также посмотрим уровень потом датчики брешут обычно особенно на старых самый лучший способ тогда пойти взять фонарик сейчас секунду так берем фонарик смотрим он полный он там видно то что бак у него полный значит все можно ехать без всяких заморочек закрываем крышку ну вот все крышка закрыта теперь можно идти садиться в машину самое главное конечно же снимаем с ручника этот кран опускать поднимать вытаскиваем его на себя и он тогда становится в транспортное положение все ось здесь не поднимается здесь должен стоять тоже тумблер кран чтобы поднимать первую переднюю ось но она здесь его крана нет запаски тоже нет так ребята потом ставим транспортное положение нажимаем он ставит транспортное положение вот давление у нас уже почти накачала лампочка перестала мигать то что поднят или опущен полуприцеп ну вот ребята весь процесс прицепления хорошо удачно ну так сказать он занимает у меня ну минуты две три если все делать быстро прицепляться да отцепляя процесс отцепки так сказать происходит в обратном порядке вот разворачиваемся поехали да особенно если отцепляешься если замок ну то есть седло открывается с первого раза то на минуты три там больше бегаешь чем отцепляешься на эту крутишь вот хотел бы еще рассказать почему одевается сначала почему сначала нужно одевать а желтый шланг а потом красный но если вы начинающий водитель то вам нужно сначала одевать желтый если вы уже более-менее поездили понимаете тогда вы можете в принципе на ваш страх и риск последовательность не сильно соблюдать это опять же на ваш на ваш страх и риск почему допустим просто когда вы сначала одеваете красный провод допустим вы подъехали машину полуприцеп подняли он оторвался от лап и допустим когда его цепляли его не поставили на тормоза ну на на руси на красную кран этот не вытащили тогда вы допустим машину подъехали прицепляться вы его подняли лапы оторвались от пола от земли вы одеваете красный шланг у вас прицеп растормаживается у вас он растормаживается и тогда он может особенно если вы стоите на горке он может покатиться в сторону кабины и там вы и он вас может прижать то есть это очень опасно и это может быть смертельно если допустим наклон у вас в другую сторону то есть если у вас тягач стоит выше а полуприцеп он стоит в другую сторону да уклон то в принципе он покатиться ну с седла тоже может съехать но он тогда падает на раму в худшем варианте он может упасть на на лапы то есть у вас лапы допустим подняты а он упал на на поднятые лапы то тогда вам тогда вам нужно будет его поднимать на скорости опять же это можно повредить лапы то есть это опять же довольно таки опасная штука вот и поэтому нужно одевать сначала это было желтый шланг потому что желтый шланг это идет команда идет от от тягача так как у него давление рабочее давление больше допустим вот у меня сейчас около 12 ну сейчас 10-11 но он там накачивает 10 но он еще качает вот а в полуприцепы у него там где-то около 7-8 атмосфер и желтый по желтому шлангу идет команда от тягача вот весь тормоз все идет на на полуприцеп то есть когда вы нажимаете на на педаль тормоза там открывается клапан и из-за разницы давления воздух идет по магистралям идет в полуприцеп и сжимает эти тормоза да там как колодки сжимает на барабанах разжимает вот и потом он воздух этот обратно не возвращается он спускается в атмосферу и давление чуть-чуть падает на тягаче включается компрессор и накачивает допустим МАН у него была проблема да и сейчас у них остались проблемы с тем что когда допустим назад сдаешь или же очень много маневрируешь и вечно притормаживаешь потихоньку у него воздух уходит и он короче блокирует ну как затормаживает да по идее и чтобы растормозить ну нужно опять накачать воздух чтобы поехать но это в основном если вам нужно ну если вы сдаете назад так наверное там какую-нибудь сборки вам нужно подъехать рампу если она в неудобных местах то есть это проблема МАНов довольно таки почти у всех потому что у них компрессор слабый допустим на вот актрисе на Мерседесах на Ивеках на ДАФах такой проблемы я не встречал это вот чисто МАНовская вот ну вот ребятам наверное и вкратце то что я хотел рассказать о начале своего рабочего дня так сказать ничего сложного нету прицепляться это не такая уж большая проблема прицепляться прицепляться конечно же в начале в начале это сложновато особенно это последовательность главная последовательность запомнить а потом это все потом делается на автомате все легко ну вот и все наверное на сегодня все всем удачи всем счастливой дороги пока что это что что это что и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА